Президенты России и Кипра подписали договоры о сотрудничестве Константин Завражен, Кира Латухина. Президенты России и Кипра провели переговоры в подмосковной резиденции главы российского государства Ново Агарева. Официальный визит Никоса и Анастасии Адиса продлится с 24 по 27 февраля. Владимир Путин сразу заявил, что готов обсуждать все вопросы, представляющие взаимный интерес. Несмотря на последнее событие, отношения двух стран все равно будут развиваться, подтвердил собеседник и пригласил российского президента в гости с официальным визитом. Надо сказать, что Кипр всегда был против антироссийских санкций и не скрывал своей позиции. Читайте также, Сергей Нарышкин поблагодарил президента Кипра за поддержку. «Мне нет необходимости давать характеристику российско-кипорским отношениям, они носят давний дружеский и многоплановый характер», – оценил Путин. Перед тем, как приехать на переговоры в Ново Агарева, Анастасия Адис побеседовал с премьер-министром Дмитрием Медведевым. «Уверен, что обсуждались конкретные вопросы нашего взаимодействия, прежде всего в экономической сфере», – прокомментировал президент РФ. «Со своей стороны готов не только поддержать эти договоренности, но и обсудить другие вопросы, которые представляют взаимный интерес», – добавил он. «Анастасия Адис подчеркнул, что его визит проходит в решающий период, с учетом конъюнктуры отношений. «Самое малое, что я мог сделать, это посетить Россию с тем, чтобы заверить в том, что, несмотря на эти события, факторы, наши отношения все равно будут развиваться», – сказал он. «Наше стратегическое сотрудничество не направлено против какой-либо другой страны», – уточнил Анастасия Адис и пригласил Путина в гости с официальным визитом. «Главам государств было что обсудить. На повестке, весь комплекс вопросов двусторонних отношений, включая финансовое, военное и военно-техническое сотрудничество, диалог России и ЕС, в том числе в контексте украинского кризиса, перспективы кипрского урегулирования и наращивания координации в ООН, ОБСЕ и других международных структурах, сообщили в Кремле. К визиту подготовили 11 документов. Среди них совместная программа действий до 2017 года, межправительственные соглашения о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, о военном сотрудничестве, а также ряд межведомственных меморандумов в военной сфере, по науке и инвестициям». Путин встречался с Анастасиадисом в октябре прошлого года в Милане на полях форума «Азия-Европа». Осенью в Москве дважды побывал спецпредставитель президента Кипра по России Сотас Закхиос. Кипр – один из ведущих каналов привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику. Объем накопленных вложений с Кипра в нашу страну – 65 миллиардов долларов. Российских средств в республику привлечено уже 33 миллиарда и с РФ вообще поступает до 80% зарубежных инвестиций в экономику островного государства. Россия помогает Кипру в урегулировании долгового кризиса. В 2011 году был выделен стабилизационный кредит на сумму 2,5 миллиарда евро. Ранее по теме. Президент Кипра в ЕС России считают важным и серьезным партнером при этом двусторонний внешнеторговый оборот невелик. По данным ФТС, в 2014 году он составил лишь 653,3 миллиона долларов. Сокращение по сравнению с 2013 годом – 66,8%. Снизился экспорт, в основном энергоносителей, и незначительно увеличился импорт. Спад в показателях в Кремле объяснили волатильностью на энергетическом рынке, падением цен на нефтепродукты, кризисными явлениями в еврозоне и санкционным давлением на Россию, из-за чего под ответные меры попала и кипрская сельхозпродукция. Зато неплохие заделы – в области высоких технологий. Так, Санкт-Петербургский университет вместе с мэрией Лимасола реализуют проект «Чистый Кипр» по переводу энергосистемы республики на возобновляемые источники энергии. Растет и число туристов. По кипрской статистике, в 2013 году Кипр посетили 609 тысяч граждан РФ. В 2014 году их стало больше на 5%. Кстати, заседание Высшего Госсовета Союзного Государства России и Белоруссии состоится 3 марта. Мероприятие пройдет в Москве, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, будет ли обсуждаться выдача кредита Минску, он ответил, что, безусловно, будет затронут весь комплекс двусторонних российско-белорусских отношений. Между тем, Владимир Путин оценил новый российский фильм «Батальон». Президенту кино очень понравилось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Лента рассказывает о подвиге женского отряда во время Первой мировой войны. Кроме того, режиссеры, продюсеры и актеры кинофильма «За чаем» обсудили с главой государства антипиратский закон, возвращение доверия зрителей к отечественному кино и патриотический посыл фильма, важный для нового поколения.